Давайте начнем, как всегда, с самого начала. Меня зовут Нодарий. Мы недавно с ребятами ездили на конференцию .js. И сегодня я вам хочу рассказать о тех вещах, которые там рассказывали и что конкретно мне было интересно. Одной из основных целей, почему я туда ехал, это узнать тренды, узнать, что умирает, что наоборот популяризируется. Ну и чтобы быть в тренде, потому что сейчас JavaScript-тулинг просто невероятно огромный и надо тщательно выбирать, на что тратить время, на что не тратить время. И, собственно, сегодня я хочу с вами поделиться своими соображениями. Ну а презентация называется «Crim de la Crime», потому что это было в Париже и название выглядит очень по-парижски. В общем, немножко адзенда. Интродакция, собственно, сейчас проходит о презентациях конкретно серверов. Тут не буду все перечислять. И потом я покажу, на что я конкретно обратил внимание и на что рекомендую обратить внимание вам. Тут практически во всей презентации моих слайдов, по-моему, раз, два, три, четыре, пять штук. Поэтому, а всего их 58, поэтому, ну как бы большинство слайдов будет просто скрины с оригинальных презентаций спикеров. В общем, ездили мы вот такой компаской. Это Варенко на Даре, это Стыря Максим, а вот это в стиле софтерва... А, я не показываю, да? Сейчас я возьму лазерпойнтер. Вот. А вот это Дима Тарасенко. Он куда-то отошел, видимо, в тот момент нужный. Тут еще были вот такие вот ребята, которые очень внимательно слушали и в перерывах отдыхали от этого всего. В общем, поехали дальше. Собственно, первая тема. Спикер был разработчик из Microsoft, а именно браузера Edge, один из разработчиков. И тема у него была Service Worker and Appification of the Web. Ключевые моменты, значит, из этой презентации, которую я для себя подчеркнул. В 2004-м началась эра пятого HTML. Он начал только, ну, как зарождаться. И всем стало интересно использовать вот этот Single Vendor Solutions. В то же время процветали Java, Flash, XU и Silverlight от Microsoft. Собственно, это убивало веб. Потому что все писали на разных вот этих вот C-Sharp под Silverlight, там Java, Patsan, Flash. И это было очень дорого, потому что всегда появлялись сообщения, типа, установите Java, или скачайте Flash, или установите себе Silverlight плагин. Это было неудобно, и это было не кроссплатформенно. Соответственно, тут начал зарождаться HTML5, который был Single Vendor Solution. И он был, он в себе содержал такие фичи, как file upload, video, audio, clipboard API, canvas, анимация и так далее, и так далее. И это в итоге победило Flash, Silverlight и вот эти вот другие треды. Хотя сейчас будущее могло бы быть до сих пор вот таким, типа, лучше всего работать на Flash или установите Silverlight. Ну, в общем, благо мы победили. HTML победил. Ну, а если так посудить, то сегодняшняя реальность, она вот такая. Скачайте в Apple Store, get it on Google Play. В общем-то, это ныне сегодняшняя битва, как раньше была с Silverlight и Flash и подобными тулзами, то вот сегодня это вот это Windows Store, там BlackBerry и так далее, и так далее. Это тоже, по сути своей, соперничает с вебом. И если тогда на помощь пришел HTML5 со своим API, то сегодня это сервис-воркеры, которые нам помогают справиться с мобильными приложениями. То есть сервис-воркеры, они, опять же, ну, во-первых, кроссплатформенные, то есть для них не надо ничего там скачивать, устанавливать, как в случае с мобильными приложениями. Они обогащены фэч-евентами, пус-евентами, синк-евентами, периодическими синками. То есть что это значит? Очень большом, ну, очень кратце. Сервис-воркеры — это интерсепторы на стороне клиента, дополнительная такая прослойка, которая может, умеет перехватывать все фэч-евенты. То есть перед тем, как XML HTTP-реквест уйдет на сервер, он может попасть в сервис-воркеры, где вы можете что-то закашировать, положить в клиентские куда-то сторы и, ну, в общем, уровень каширования сделать. Потом пус-евенты — это штука, которая может, допустим, на телефоны выдавать какие-то сообщения, вот как нативное приложение, да, у вас сверху вот эти notification приходят. То же самое умеет делать сервис-воркеры. То есть мы, опять же, приводим веб-сайт к виду настоящего приложения. Синк-евенты, то есть вы можете периодически синкать какие-то данные даже при незапущенном в вашем приложении. То есть сервис-воркеры, они живут вне вашего браузера фактически, то есть вне вашего, вне вашего чего, вкладки, что ли. И они, опять же, могут работать даже при выключенном браузере. Это все по этой презентации. То есть сервис-воркеры, запомнили. Следующая тема была виртуальная реальность от девицы Samsung. Честно говоря, у меня первая мысль была, ну типа, что, ну как это вообще веба касается, почему ты здесь спикером являешься. Ну, в общем, какая-то такая была неадекватная реакция. Но потом как-то смирилась. Следующая стадия принятия. В общем, Samsung продвигает виртуальную реальность в веб-приложении. То есть в браузере у вас будет вот такая вот штуковина. И вы, собственно, я видел даже презентации от Facebook, где они уже социализируют это все. Сейчас, конечно, большинство людей это используют как игрушку. Какие-то там игры, мувики. Но реально это может работать и на более, скажем так, социальном уровне. И вот, собственно, пример. Это, опять же, видео записанное с вот этой виртуальной реальностью. Вот это, кстати, Samsung разработал под эту штуку свой браузер. Ура! Еще один. Называется он как-то то ли Samsung Internet, то ли еще что-то. Ну и суть в том, чтобы серфить интернет в 3D реальности. На самом деле, ну мне сразу, ну до сих пор, как бы, оно под большим знаком вопроса, зачем это нужно. Зачем мне тут же какую-то социальную сеть листать в 3D. Ну, как бы никакого абсолютно смысла нет. Но посмотрим, что из этого может выйти. Ну и, собственно, немного о реализации. Это все используется с peer-to-peer соединением. И в WebRTC, собственно, у вас берется какой-то юзер-медиа, аудио. Ну, в общем, это пример, один из самых первых программ на WebRTC. Тут берется у вас юзер-медиа, только аудио. И здесь дальше передается это другому человеку в стриме. Что удивительно, во второй презентации подряд упоминали сервис-воркеры. Вот как это может все работать. То есть, опять же, сервис-воркеры, они везде, я в них верю. И я думаю, это действительно будущее прогрессивных веб-приложений. Вот одна цитата немножечко мне развеяло сомнение по поводу того, что 3D, вот эта виртуальная реальность, может как-то внедриться в веб. Давайте прочитаем, ну, вернее, я переведу на русском это все, эту цитату. Если бы визуальная, как это, визуальный экспириенс имел значение, то мы бы смотрели Blu-ray, а не онлайн какие-то видосы. То есть, реально люди ставят в приоритет не вот это вот микрокачество, которое мы получаем, а реально простоту, юзер-экспириенс, как у нас, да, девиз, йох-юх-хах-ух. Ну, собственно, вот это вот, именно после этой цитаты я подумал, что это может взлететь каким-то образом. Окей, хватит про этот VR. Дальше, следующая тема была про Bable. Я был очень удивлен, на самом деле, потому что вроде бы уже как бы заезженная тема, уже все давно это используют, но, опять же, это свежий взгляд на этот инструмент. Спикер — это просто не какой-то суперумный девелопер с какой-то суперкомпанией, по-моему, он просто там, ну, в общем, о нем там был отдельный слайд. Ну, вот, собственно, опять же, задумаемся сейчас уже ES, по-моему, он перепутал цифры здесь, 2015. Вот поддержка, в общем-то, нового экмоскрипта. Уже все, в принципе, работает без Bable. Ну, что насчет вот этих ES6, ES7, ES8 или какие-то выходят, вот эти все Async, Await, там, генераторы, итераторы. Ну, в общем, Advanced такие фичи. Они все еще недоступны в браузерах. Поэтому Bable 6 позволяет именно вот этот черепик, то есть вы можете его сконфигурить таким образом, что у вас будет транспайлиться только определенный синтаксис. Допустим, вы можете сконфигурить так, что классы останутся классами, они будут переводиться в функции, а вот, допустим, Async, Await обернется в какую-то там функцию, которая будет работать во всех браузерах. Ну, то есть довольно удобно. Ну, при том, что в итоге транспайленный код становится все меньше и меньше и меньше. Его не нужно, опять же, приводить в вот эти вот старые экмоскрипты. Как мы это делаем? Ну, в общем, вот тут есть куча-куча просто плагинов. Вы их можете вот эти вот сконфигурить. REST, SPREAD какой-то, PROPERTIES, классы, поддержка браузеров. Здесь можете указать, что… А, ну да, он, кстати, интегрирован уже с сервисами, как я понимаю, Can I Use или что-то типа такого. И вы можете прямо ему указать environment, который вам нужно поддерживать. Допустим, там, последний Safari или последний Google Chrome. И он вам будет транспайлить только то, что не поддерживается в последнем Google Chrome. А реально все остальное оставлять так, как есть. Ну, допустим, классы так и будут классами. Arrow Functions так и будут Arrow Functions. Довольно удобно, мне кажется. Кстати, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Так, не стесняйтесь перебивать меня, потому что как-то так молчите все. Мне аж неудобно. Может, непонятное что-то рассказываю. Окей. Ну, в общем, тут то же самое с таргетом в Node.js. То есть, чтобы мы в Node.js могли это делать. Так как она тоже не всегда поддерживает все супер-пупер последние фичи. Ну, и в этой презентации этот спикер заделал тему TypeScript. Он был не в восторге от этого инструмента, но мое мнение, что он перспективный. Он нужен, ну, не всегда, но нужен, опять же. Я вижу много преимуществ в типизации для больших приложений. Там, где у вас будет постоянно смена Team, какие-то пришли-ушли. И слишком большой кодбейс, много, ну, в общем, много ошибок может просто кануть, если вы правильно будете использовать TypeScript. Ну, и здесь, в этой презентации, у меня нет про него слайда, но есть такой альтернативный инструмент, который, опять же, если TypeScript с Microsoft пришел, то есть Flow, который пришел с Facebook к нам. Ну, и многие предпочитают его, но я же все-таки остаюсь с TypeScript-ом. Окей. Следующая презентация была от создателя System.js и GSP, собственно. И он рассказывал о взгляде на будущее веб-рантайма. То есть, как это все должно работать. На самом деле, оно уже все заседает. Ну, спецификация сама готова, просто ждем, пока браузеры начнут это все поддерживать. И вот как это должно выглядеть. Есть у нас, ну, согласно нынешней даже спецификации, скрипты можно превращать в модули. Эти модули можно импортить, экспортить. Ну, вот, собственно, здесь все наглядно видно на этом слайде. И вот как вверху с обычным скриптом, так и внизу с Worker мы сможем указывать, что это такой-то модуль, там-то находится, и он перейдет нам в нужное место. Также это можно, модулей можно будет загружать асинхронно. То есть, как показано в этом, вот не так, как мы в начале файлов сейчас все указываем импорты, а уже где-то там в какой-то коллбеке, у нас, ну, допустим, в коллбеке на клик, мы загрузим какой-то скрипт, который нам запустит модальное окно, ну, образно, да. Вот такой вот пример. Окей, да, и в этой презентации, ну, было много-много слайдов, но, опять же, я пытаюсь подчеркнуть самое интересное, самое нужное. Я узнал о такой штуке, как, сейчас я вот наведу лазером сюда, вот, обратите внимание, импортируется файл с расширением WASM. Это веб-ассембли, это новое абсолютно направление, ну, суть которого заключается в том, что теперь в браузере сможет работать не только JavaScript. Уже, ну, оно все еще довольно сырое, но суть в том, что мы писем не на JavaScript, компилим этот бинарник и отдаем браузеру. И браузер это уже на бинарном уровне будет обрабатывать. Плюсы – это то, что с этим смогут работать не только JavaScript, и плюс в перформансе. Там, ну, перформанс в 2, в 3, ну, где-то я видел уже даже число up to 20 times будет быстрее. Ну, это, конечно, для меня звучит очень футуристично, но все-таки стоит хотя бы быть в курсе этого. Следующий был… А, Дарий? Да. Сори, что перебью. А что можно писать с этим веб-ассембли? Только backend или frontend? Ну, это фронтенд. Это будут файлы, ну, фактически скрипты, которые будут загружаться на frontend. Ну, в качестве, ну, вместо джаваскриптов. Ага. То есть, ну, да, да. Ага, я понял, все. Спасибо. Окей. А, они будут выполняться на ревне браузера, операционной системы? Ну, то есть, они так или иначе попадут в браузер сначала, а там уже под капотом, я не знаю, ну, они могут… Да нет, ну, в браузере наверняка. Ну, тут одразу питание про секьюрити йде. Ну, тобто, наскільки, які будуть повноважения у цього кода. Я думаю, они такие же, как и у джаваскрипта, только единственное, что там до сих пор какие-то такие вопросы ходят, как это дебажить. Ну, в общем, оно довольно сырое. Ну, там я уже в конце дам ссылочки, там есть прям ссылка на официальный сайт, на комьюнити в W3C. Можно будет почитать более детально. Ага, ну, тобто, в идеале я смогу там на плюсах написать какую-то парсилку дома, яка будет что-то все делать. Да. Ну, и тоже как альтернатива, я смотрел даже TypeScript будет компилить вот эти WASM файлы. Ну, в общем, там на самом деле много... Ну, я до сих пор точно не разобрался в этом. Но синтаксис будет довольно низкоуровневый такой, я подозреваю. Нативный. Окей. Поехали дальше. Следующая тема была о том, как валидировать код-чейнджи. Чаще всего у нас как происходит? Мы... Какой-то матчерный техлит приходит на какой-то большой проект, устанавливает какие-то линтеры, какие-то сборы метрик, и у него автоматически получается вот такой вот скрин, и все желание как бы с этим бороться отпадает моментально. Но... Ну, это действительно тяжеловато заменеджить, это сразу надо объяснить, вот это нам столько надо отрефакторить. Но вот на этом фоне была придумана тулза, который... Ну, вот давайте по сути, что знает о том, какие изменения мы делаем, да? Наша система контроля версий. И парень написал инструмент, который интегрируется с GIT, я не знаю, с SPN или еще с чем-то. И мы можем уже на этом фоне понимать, какие ошибки допустили мы, ну, вот как на примере, да? Две из там большого количества это наши, и один из двух варнингов тоже наш. Ну, и мы можем с этим уже как-то работать. Ну, для старта довольно неплохо. Дальше была презентация о том, о стримах, в общем-то, и о реактивном программировании, наконец-то, да? Дошел до этого. Тут мне немножко придется перейти на саму презентацию, потому что... Сейчас, вот. Она вся в этих анимациях, а анимация с PowerPoint-ом не сильно дружит, поэтому вот так вот. Довольно была интересная презентация у этого парня. Он так, отошел вообще от программирования. Вот, называется UI как чистая функция времени. Типа, я — это функция, которая принимает в себя какое-то время и выдает какой-то результат. То есть я что-то говорю, я что-то вижу, ну, какие-то как обработчики срабатывают, да, я... Там, настало утро, я проснулся, там, и у меня начался какой-то процесс. Ну, собственно, если это переводить в нынешний процесс, то я по какому-то времени что-то говорю и что-то показываю. А вы, как слушатели, что-то слышите и что-то видите. И у себя в голове обрабатываете, правильно? Это очень похоже на ивент-хендинг, в принципе. Мы сейчас не привязываемся к джаваскрипту. Дальше, вот то, что вы видите и то, что вы слышите, процессится отдельно, но идет в какое-то централизированное... Ну, процессится, я подразумеваю, конвертируется в электронный импульс и отправляется куда-то дальше. Ну, а в частности, в мозг. И мозг уже дальше это процессит. Ну, вот, в общем-то, все очень реалистично. То же самое и с юзер-интерфейсом. Допустим, пользователь что-то кликнул и получил какой-то код. Я что-то сказал, пошутил, вы посмеялись, это коллбек. В данном случае я, как это, интерактирую, общаясь с вами. Вы являетесь моим UI. Но также на ваше поведение может... Ну, как я могу стриггерить у вас какой-то экшен, так и какой-то телефон, так и какое-то видео. Ну, в общем, много-много-много разных может быть триггеров для срабатывания различных ваших хендлеров. То же самое и наш UI. То есть может что-то пойти с сервера. Какой-то там, допустим, WebSocket просто пришел. И пришел где-то кто-то что-то сделал. WebSocket пришел. Нам надо как-то среагировать. Пользователь что-то куда-то нажал. Где-то что-то опять же с третьей стороны что-то пришло. В общем, все сводится к тому, что нам надо обрабатывать много разных событий с разных источников. Ну, а для этих источников все служит триггером как время. И на вот этой вот штуке, ну, не штуке, слайде, мы можем видеть, как мы можем это обрабатывать. То есть, допустим, у нас есть под каждый вид, вернее, для каждого источника изначальный обработчик. Потом это все как-то централизируется. И выводится, ну, какой-то output из этого. Один или два или три. Вплоть до, я не знаю, смс отправить. Ну, в общем, здесь тоже может быть много. Но вот эта вот структура, она, в принципе, довольно общая. Ой, я же... А я показываю? Ой, ой, ой. Вот. Ну и, собственно, это все из подхода реактивного программирования. В частности, RxJS у нас работает с вот этими стримами, с объединениями каких-то потоков. Это я вижу, в общем, перспективным. Но этот парень, он рассказывал за свою тулзу, там дальше будет описание. Это какой-то как экстенсион от RxJS. В общем, вот такая вот презентация. Делаем на поводке. Окей, дальше. Следующая презентация, мне вообще, честно говоря, мозг взорвала. Она была исключительно о огромнейшем количестве JavaScript-инструментов. Ну и, в частности, этот парень, он один из разработчиков NPM-а. И, ну, собственно, рассказывал за свой опыт. Тут парочка интересных слайдов. Вот. Эта картинка очень хорошо иллюстрирует, что V8 делает с Node.js. Вот, как бы, только вдумайтесь. Ну и тут и облачка в тему, как бы, и скорость ракеты, и сам Node.js, собственно. Вот на этом слайде хорошо отображено то, что произошло в определенный момент с Node.js, и что сейчас происходит с NPM-ом. Node.js где-то перед первым самым, перед первой версией, по-моему, они практически прекратили девелопмент, ну, по крайней мере, активный. И сообщество начало ликовать. Появился форк в виде IO.js, кто помнит. И дальше, через много политических игр, Node.js, вернее, этот форк опять вмерзли в Node.js, и теперь продолжается работа Node.js. Но, собственно, IO.js стало как стимулом не забрасывать Node.js и продолжать его развивать. И уже там 6.5, по-моему, версия. То же самое происходит сейчас и с NPM-ом. Только, ну, YARN, это не форк от NPM-а, но мотивы были взяты у NPM-а. И, собственно, появился YARN именно потому, что NPM перестал развиваться как сам по себе. Ну, и неизвестно, вот, третий вот этот степ, он упущен, потому что пока его нет, неизвестно, что будет. Либо YARN победит и все перестанут пользоваться NPM-ом, ну, грубо говоря, либо это все обратно вернется к NPM-у. Ну, пока неизвестно. Но YARN довольно мощный инструмент, который даже обратно совместим с NPM-ом. и, опять же, я вам советую на него посмотреть, хотя бы быть в курсе, что это такое. Так, еще для меня интересным слайдом из этой презентации была вот эта вот тема. Сигналы о том, что вам стоит использовать ну, какой-то тул, в принципе. Не обязательно not the s-package, просто это показатель того, что этот инструмент или эту библиотеку или фреймворк можно выбрать в качестве своего, своей работы. В общем, количество issues заводимых, количество pull request количество контрибьюторов, потому что, ну, если один человек работает над этим в open source, то это как-то странновато. Последний коммит, как давно он сделан, то есть, как давно, ну, не прекращен ли вообще development. и, собственно, форки, ну, как люди часто форкают, это и смотрят. Для меня еще неплохим показателем является граф, который вот вот здесь, вот, там можно посмотреть на тренды коммитов в этот open source, как часто коммитов, как много изменений делают, ну, и это все можно посмотреть в таком довольно красивом таймлайне. но посыл в том, что нужно тщательно выбирать инструменты, которые вы собираетесь имплементить на проекте. И вот это вот сигналы, которые должны вам давать понять, стоит ли его использовать. И вот мне сейчас подсказывают star, звездочки, да, это тоже неплохой показатель. Это как лайки в мире гитхаба. И опять же, этот спикер рассказывал за просто миллион тулзов, которые он, часть он придумал, часть нет, но я не буду по каждому останавливаться и отдельно рассматривать его, но здесь довольно огромное количество тулзов он презентовал. Ну вот, допустим, command line тулзы, да, ntl, это команда, которая вам покажет node, task list, ну вот эти вот, кто писал на ноде, опять же, там есть package json стандартный, там есть scripts, такой хешик, где вы можете указать скрипт, вернее, alias к какому-то скрипту, и вот, собственно, вот эта команда вам выведет в консоль просто название всех ваших task. TryModule, интересная штуковина, она вам пулит, допустим, у вас есть какой-то np, да, npm, который вы хотите себе, ну, вернее так, который вы никогда не пробовали, но похоже на, по описанию, похоже на то, что он вам подходит, да, вы можете установить этот TryModule, и он вам не будет его скачивать, вам не надо будет его ставить в package.json, не надо будет скачивать фактически его файловую систему проектную, а вы можете написать TryModule, название модуля, и, допустим, если я скопировал, ну, вернее, хочу попробовать какую-то библиотеку underscore, да, мне, я в какую-то переменную в консоли могу записать underscore, и попробовать его выполнить на каких-то там массивах, там, или каких-то своих данных, ну, в общем, такая песочница, command line песочница. Ну, и, в общем, там много-много-много таких штучек, которые якобы нам помогут дышать. Окей, опять к реактивному программированию. Сейчас это такой себе мейнстрим, React, Reactivity, RX, JS, оно все на слуху, и, собственно, я поэтому об этом рассказываю. И поэтому вот этот чувак, чувак, парень, рассказывал о своем фреймворке, который он придумал. Это даже не фреймворк, он больше рассказывал за сам подход. Это, как-то его, я уже даже не помню, как его зовут, но он создатель такого фреймворка или такой библиотеки, даже, как Vue.js. Опять же, исходя из тех публичных сигналов, о которых я говорил, это довольно перспективный тул, там он порядка уже 60 тысяч звездочек, это практически как у React, но как-то до этой презентации я вообще о нем не слышал, я не знаю, как так произошло. Ну, в общем-то, что мы здесь видим? Он показывает пример реактивного программирования, то есть у нас есть задача о том, что у нас переменная B должна содержать в себе значение всегда в 10 раз больше, чем переменная A. И вот он показывает пример, как это перестает работать, то есть это обычный базовый примитивнейший реклайрмент B всегда должно быть в 10 раз больше A. Первый раз мы все застапали, все работает, потом мы A изменили, а B у нас также осталось, и все, это у нас потенциальный источник багов. И это то, с чем борется реактивное программирование само по себе. Здесь он показывает первое решение, которое приходит в голову, да, установить какой-то хендлер on-a changed, который будет при изменении значения A нам менять значение B, умножая A в 10 раз. Теперь это немножко интегрируем с домом, он стоит change уже, допустим, назвали функцию, и имплементим это вот таким вот образом. Как мы можем реализовать у себя даже под капотом этого функцию, мы просто давайте немножко по коду пройдусь, возьму лазер поинт, мы создаем константу on-state changed, которая, ну, это функция, которая принимает себя функцию и записывает, ну, замыкает ее на скоб верхнего уровня. Дальше, когда мы делаем сет какого-то стейта, мы записываем новый state и вызываем функцию update, которая у нас была записана ранее. Вот, собственно, это самый примитивный react. Естественно, react гораздо сложнее, но вот это самый core, самое ядро. Мы подписываемся на изменение какого-то стейта и делаем рендер. сет mstate, ну, вы уже поняли из предыдущего слайда, как это будет работать. То же самое с редакцией, мы подписываемся на какой-то store, какой-то функции и при диспатче данных в store у нас сработают колбеки, ну, то есть, вот вам реактивное программирование. Как бы ни казалось странно, но Angular 1 работает точно так же. У нас есть какие-то watcher, которые что-то рендерят, у нас есть триггер изменения, ну, вернее, само изменение и scope apply, который вызывается автоматически из event хендлеров, то есть, вот, те директивы, в которые вы передаете колбек, типа ng-click, ng- там, что-то, 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 это же, по сути, вы туда функции передаете, а после выполнения вашей функции англаровская директива вызовет scope apply, которая заапплает ваши изменения и сработает ваши watcher. То есть, ну, опять же, кто пишет на англаре, часто приходилось писать этот scope apply и не всегда, ну, обычно не всегда понимают, когда его писать, ну, якобы, значение изменили, а оно не отображается в дом, а почему, а что, ну, потому, что это было не в нативном event-хендлере, ну, не в англаровском event-хендлере, и ваш scope apply не произошел. Второй англар работает, опять же, точно так же, как видим, да, всем современные инструменты работают на основе вот этих вещей. Есть какой-то хендлер, есть изменение состояния, но тут вот есть уже зон JS, которая более локализирована это все делает, она это делает сама, ну, и вызывается life cycle tick, которые применяют эти все изменения. И теперь он рассказывал за то, как он это сделал в своем фреймворке, то есть, если мы помним, да, там у нас сделано все на каких-то кастомных функциях, setState, там, dispatch, subscribe, то здесь же он все сделал через нативные аксессоры, такие как getter и setter. То есть, каждый раз, когда мы getter, а у нас будет вызываться наш subscriber. Каждый раз, когда мы сетаем, вернее, ну, в общем, видим здесь, когда мы сетаем, мы вызываем, проходимся по каждому сабскрайберу и вызываем наши дзобы. И то же самое, когда мы getter, а мы добавляем в сабскрайберы какие-то дзобы. Ну, в общем, таким вот образом. И в таком случае нам не надо даже никаких тиков, там, apply кастомных функций для сета неозначения. Нам достаточно будет просто засетать в A какое-то число, и оно автоматически вызовет вот этот вот сеттер. Ну, я считаю это довольно перспективным. Также он рассказывал еще за разные механизмы реактивного программирования pull и push based, как это модернизируется, но это уже детали, которые вы сможете сами почитать. И самая последняя презентация, я ее, пожалуй, больше всего ждал, это Игорь Минар, вот тут видно на слайде, вот тут. это тем лид тех лид ангулар тима, ну и опять же самая долгожданная презентация. Он показывал, вся презентация практически прошла в виде таймлайна того, как разрабатывался ангулар и как он эволюционировал в комьюнити. запаблишился он 12... А, нет, стоп, давайте еще назад. Презентация называется Keep Your Minds Open. Это важно. Собственно, вот здесь запаблишили open-source или вернее ангулар. Разработка началась там порядка трех лет назад, но вот здесь оно релизнулось. команда ангулара была просто поражена успехом самого фреймворка и через год они уже ну начали понимать, что этот фреймворк уже перестает удовлетворять нужды современного веба. И тут появились мысли о ангуларе 2. а я тогда только первый начал учить. Ну в общем-то они решили, что ангулар 2 обязательно будет поддерживать экмоскрипт 6, тогда он только-только тоже начал появляться, тогда появились только классы, модульность и error функции. Ну в общем началась error транспайла чего-то в JavaScript. и они решили, что это обязательно должно быть в их фреймворке. Потом где-то в середине 2014 появились веб-компоненты, которые привнесли вот эти вот характеристики интервью биллити, веб-байнинги какие-то нативные, ну и дом это стало рендеринг-таргетом. Ну и собственно они решили, что веб-компоненты у нас тоже обязательно должны быть. Дальше с React они взяли а стоп я опять чуть-чуть не в ту степь пошел. Этот Игорь Игорь Минар рассказывал о том, что Angular 2 в себя взял все самое лучшее из современного веба, которое есть. Ну и соответственно вот сейчас я листаю по таймлайну и он якобы доказывает то, что это так и есть. Мы видим транспайлы, потом что у меня тут было? А, веб-компоненты, теперь React, это Unidirectional Dataflow и также при релизе React они отказались от Object Observer, хотя на них был построен изначально второй Angular. Дальше появился RxJS и они взяли оттуда вот эти все композиции и реактивное программирование. Дальше появился TypeScript и они его тоже себе впилили. Ну они нашли много-много преимуществ в этом. Дальше был слайд о том, что Ember CLI был довольно мощным инструментом, который, опять же, они интегрировали себе, естественно, с кастомизацией. Причем интересно то, что это не просто они взяли и украли, они обсуждали это TypeScript с Майкрософтом, Ember CLI с Эмбером консультировались каким-то образом. это точно так же с React. Он говорил, что у Ангулара там по несколько митингов в год точно есть команда React, где они обсуждают какие-то фичи. Ну, если весь мир видит в них каких-то соперников, то по сути они таковыми не являются. Дальше они решили по таймлайну видим когда минимализировать garbage collection под мобайл, чтобы код был более efficient и собственно lazy loading все под оптимизацию для нетворка. Также на этом фоне комьюнити построила отличную экосистему с книгами, курсами, какими-то туториалами ну и событиями типа in the conf и так далее и так далее. В принципе это была последняя презентация. Angular 2 уже релизнулся 14 сентября 16 года вот примерно там где сейчас стрелочка стоит ну и все production ready на этом моя презентация заканчивается вещи, которые я не покрыл это ну и собственно разговоры которые вернее слайды, которые я вам не показал есть нюкст нюкст джес это инструмент для сервер сайт рендеринга вью приложений вебвим рассказывал парень как он вим кастомизирует под именно веб-девелопмент ну я небольшой фанат вима в принципе я люблю свои идеи но есть люди которые фанаты вима вот вам посмотрите более детально был доклад по байнери операторам и байнери в принципе за него кстати недавно рассказывал Дима на этих же наших комьюнити митингах и LiveJS там ну так я не совсем до сих пор понимаю зачем эти ребята в принципе туда пришли но они рассказывали как они визуализируют музыку посредством канваса и рисования ну в общем была очень очень странная презентация это все есть в интернете вы можете всегда посмотреть на эти презентации ну и собственно слайд с тем на что бы я на вашем месте обращал бы внимание тут это все ссылки наверное презентацию вам как каким-то образом доросарят асинковые это генераторы бейблы это ESLint WebAssembly Flow TypeScript Electron Yarn RxJS виртуальная реальность ну да и собственно все вот и сказочки конец я не сделал последний слайд там где я вам говорю спасибо но я вам говорю спасибо от души вопросы какие-то общие так что учить ну ты казав что в принципе расскажешь на что звернуть увагу это опять забагато ну да и в этом пожалуй челлендж челлендж собственно веб-девелопмента потому что у нас очень-очень большой месс с тулами ну здесь еще на самом деле не хватает англара я бы посоветовал обратить внимание на англар реакт если вы не знаете реакт ну либо реакт либо ангела ну вот вот как-то так ну то есть здесь все эти вещи стоит как бы держать в уме ну вот веб-ассембле вы можете еще как-то так поигнорировать некоторое время но в дальней кстати вот этот логотип до сих пор в разработке я с гитхаба выбрал они только сейчас начали обсуждать свой логотип 7 или 8 дней назад это еще появилось но это вот потенциально их логотип здесь все запросы ну все